если чек осознает что его обесценивали и что это были манипуляции он уже процентов 80 своей проблемы решил большинстве случаев когда чека обесценивают и когда им манипулируют и это получается это просто получается почему потому что он этого не замечает он постфактум потом замечают уже что типа было такое да и возможно ему там жаль становится и так далее мы должны понимать что все люди с детства они через эту фазу проходят до сначала я вот такая не отдельная сущность не отдельное существо я часть моей семьи часть моей мамы потом я как-то отделяюсь и потом я постепенно постепенно начали формироваться как личность и поэтому да есть не совсем способствующий этому процессу поступки моих там воспитателей опекунов и окружающих людей и постфактум в какой-то момент я понимаю что вот это на самом деле манипуляция вот это на самом деле обесценивание как этому противостоять повзрослеть повзрослеть понять а зачем мне это как меня можно опять же да скажем так когда я становлюсь отдельным существом я со всеми другими существами могу взаимодействовать на уровне обмена да то есть я даю я что-то получаю и у нас сейчас ну 21 век крайне редко можно встретить ситуацию когда вас могут физически принудить к чему-то да потому что если вас могут физически к чему-то принудить то это уже не предмет психологии это предмет уголовного кодекса или чего-то такого другого да если по сути такое изнасилование не обязательно же физическое бывает да бывает же эмоциональное бывает там ментальное прочее 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 вот но радостная новость опять заключается в том что если это не на физическом уровне а на уровне вот чего-то такого эмоционально-морального то конечно можно противостоять противостоять почему потому что это твое внутреннее состояние и даже если тебе сказали пошел то у тебя есть в большой выбор реакции как ты можешь на это среагировать эти реакции просто нужно освоить и научиться ими пользоваться нужно повзрослеть нужно научиться отделять от себя да если мне кто-то говорит тогда посылает меня куда-то какая моя первая реакция первая реакция чем простая да я ощущаю пространство я ощущаю себя я ощущаю свое тело еще и другого человека вижу вот стоит человек и он только что произнес какие-то слова ну произнес и произнес да я конечно могу заинтересоваться в чем его намерение желание там что он этими словами хотел сказать а могу и не заинтересоваться могу проигнорировать например да или могу не знаю в ответ там что-то ему сказать не менее остроумные вы понимаете да конечно на самом деле легко сказать трудно сделать но опять же это конечно вещь постепенная взросление это не такая штука которая случается типа а давайте будем взрослыми а давай поговорим об этом без эмоций поговорили а давай будем по взрослому к этому относиться давай потому что взрослость это вещь которая возникает из систематической практики ну например те же там пяти точек баланса я уже говорил что это такая достаточно универсальная сборка где по каждому пункту можно целый тренинг провести по каждому из этих пяти пунктов и это вещь которую нужно практиковать ежедневно каждый день быть в осознанности что я сейчас делаю зачем я это делаю что я хочу чтобы произошло или если уж не там захотелось с другими людьми разбираться а он что делает а зачем он это делает а что он хочет чтоб произошло манипуляции манипуляции чего манипуляции такая хитрая штука когда человеку говорят ну типа сделаешь вот так будет вот это а на самом деле это не случается ну слушайте но один раз можно конечно про не будем про манипулировать но вот почему вы потом опять попадаетесь на это такое дело иногда нужно сказать себе и показать себе очень остро проосознать внутри себя очень остро кто этот человек и что он сейчас делает